Всем привет, это новый выпуск о тренировках актеров, и сегодня я разбираю трансформацию Джеймса МакАвоэн. Того самого чудаковатого брата главного героя Изуэмблдона, неуравновешенного Уэсли из особо опасен, детектива из комедии Грязь и, конечно, молодого профессора Ксавьера из саги о Людях Икс. Ты меня заинтересовал. Талантливый и многогранный актер во всех этих фильмах он неизменно худощав, но в триллерах Сплит и Стекло, второй из которых мы пока знаем только по трейлеру, он существенно прибавил в форме, чем привлек к себе немало внимания на Западе. Как ему удалось так прибавить и прибавил ли он так много на самом деле, а также какие факты о трансформации Джеймса откровенная ложь, расскажу буквально через несколько секунд, но прежде я точно знаю, как Кевин Вендл Крамп мог унять свое ужасное 24-е альтер-эго в фильме Сплит. Надо было просто выместить свою агрессию на противников в игре World of Tanks. Ушел бы с головой на пару часов в игровой мир, возглавил бы отряд, подбил бы десяток другой противников, и вот ты уже спокойный Берри, Деннис, ну или на худой конец Патриция. Впрочем, Кевину уже не помочь, а вот для вас ссылку на World of Tanks я оставлю в описании под видео, но теперь без долгих вступлений давайте ближе к делу. До своей трансформации Джеймс при росте 170 сантиметров «Я думал, он будет выше». Весил всего 64 килограмма, то есть был сравнительно невысоким и откровенно щуплым. «Какое же я ничтожество, что парюсь по поводу этой фигни». Но для роли человека, страдающего диссоциативным расстройством личности, он готов был существенно измениться, ведь помимо 23 образов, которые уживались в его теле, был еще и 24-й, тот самый зверь, который должен был наводить ужас на врагов и нечестивых. «Он намного больше меня, а я самый крупный из нас. Он высокий, очень мускулистый, у него густые длинные волосы, а его пальцы вдвое длиннее человеческих». Ради этого вызова Джеймс полностью изменил свой образ жизни, начав, конечно, с тренировок. По словам актера, после утверждения на роль у него оставалось совсем мало времени до начала съемок, и он в буквальном смысле чуть ли не загуглил, как по-быстрому набрать мышцы, и, конечно, попал на единственный верный способ. «Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот». Ну а если серьезно, он выбрал тренировочный метод пауэрлифтеров, работав базовых и не только в упражнениях по принципу «5 подходов по 5 повторений», а тренер только одобрил его выбор. Но при этом, как и большинству актеров, ему был не принципиальный набор в мышцах ног, которые бы все равно были скрыты брюками. Другое дело, мышцы корпуса, которые бы явно показали широкой аудитории, что Маковой не терял времени в зале понапрасну. Джеймс даже сам над собой подшучивал, когда называл эту разновидность тяги своим любимым упражнением на ноги, в том плане, что он делал акцент явно не на нижних конечностях. И также я считаю важным подчеркнуть, что хоть актер и набирал для сплита, его формы и трансформации изначально были отнюдь не настолько принципиально важными и масштабными, как в случае с тем же Генри Кавиллом, Крисом Хэнсортом, Томом Харди и многими другими актерами, о тренировках которых я уже рассказывал в своем цикле. Безусловно, Джеймсу нужно было набрать, но ровно столько, чтобы его внешний вид не мешал естественным перевоплощениям в другие альтер-эго. Проще говоря, ему просто нужно было привести себя в форму. Хотя, стоит признать, в образе Патриции и так бросались в глаза оформившиеся дельты и руки. Я чувствую себя как-то иначе. Теперь, что по питанию. Как обычно, никаких секретов я не озвучу. Джеймс – типичный эктамор, которому для набора массы просто нужно было как можно больше есть. Конечно, в ход пошли в том числе куриные грудки, стыки из говядины и лосося и так далее, порции увеличились, но у Маквоя не стояла цель красоваться мышцами в кадре. Его тело должно было не обольщать, но ужасать, лишь подчеркивать один из его бесчисленных образов и наводить страх на жертв и зрителей в нужные моменты. Так что никакой строгой диеты он не придерживался, просто ел как не в себя. Журналисты на волне интереса и вовсе решили приврать, что Джеймс ел аж по 6000 калорий в сутки. Но это типичные мифы, которые рождают люди не в теме. А все потому, что 6000 калорий за день съест не каждый бодибилдер, не говоря уже о худощавом актере. Вранье и неправда. Конечно, все это неправда и здорово, что сам Маковой не остался в стороне и разоблачил этот миф. Я никогда столько не ел. Это всего лишь неверно истолкованная, вырванная из контекста фраза, шутка, которую я бросил в интервью перед выходом на экраны фильма «Сплит». Правда в том, что мы с тренером не считали калории в принципе, вели подсчет разве что по белкам, жирам и углеводам, а в целом я просто ел как можно больше, но, разумеется, не так много. И знаете, мне хочется верить, что никто не станет копировать якобы схемы тренировок и питания актеров, которые публикуются в сети. Но если есть такие люди, подобные неправдивые советы могут только навредить их здоровью. Конечно, 6000 калорий могут обеспечить отличный прогресс, но только в случае с опытным атлетом. Я же тренировался по сути с нулевого уровня. Так что, народ, я так не питался. Не копируйте чужие программы, просто наслаждайтесь своими тренировками, хорошо питайтесь и будьте здоровы. Вот это, мужик! Кроме того, в комментариях под различными постами о Маковое, по традиции, полно комментариев о том, что, мол, захимичил все дела. Рот, вы серьезно? Конечно, он неплохо прибавил, но при этом, как следует, раскачался на съемках, правильный свет и ракурс плюс пост-обработка, все же это кино высокого уровня, и в нем отнюдь не все измеряется непосредственными темпами прогресса. Что, впрочем, не умаляет заслуг Джеймса. Он прибавил для съемок, пусть и не держит форму стабильно, но все же ему удалось удивить публику. И у этой истории есть продолжение, верно? Так и есть. После сплита Маковой в целом не сбавил оборотов и впоследствии все так же усердно тренировался к съемкам в продолжении триллере «Стекло», где кампанию ему составят Брюс Уиллис и Сэмюэль Эль Джексон, причем ждать осталось меньше, чем полгода. Премьера уже 17 января. Ну а если мы говорим о Джеймсе прежде всего как актере, конечно, будет интересно посмотреть на него в сиквеле триллера «Оно», где актер сыграет повзрослеевшего Билла Денбро. Увы, вынужден признать, что материала о тренировках актера не так и много. Мои подписчики знают, что я всегда скрупулезно подхожу к сбору информации. Но Маковой не разговорчив, когда дело доходит до обсуждения тренировок, да и неудивительно, что спрашивают его в основном об актерской игре. Еще бы, с его-то перевоплощением. Но все же без него мой цикл о тренировках актера, в котором уже более 50 материалов, был бы неполноценным. Если понравился выпуск, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал. На подходе новые материалы о трансформациях актеров и не только, но и напоследок я напомню, что партнер этого выпуска – онлайн-экшен World of Tanks. Игра, которую совсем недавно еще раз обновили, доработали графику, визуализация танков теперь просто на высшем уровне и плюс теперь никаких лагов даже на старых компьютерах. Так что регистрируйтесь по ссылке в описании и получите премиум танк в подарок. Ну и конечно жду ваших мыслей о форме игре Джеймса Маковойа в комментариях. Всегда интересно ваше соображение о трансформациях звезд и плюс ссылку на полный плейлист со всеми выпусками о прокачке знаменитостей вы найдете в описании к видео. Всем спасибо за просмотр и оставайтесь с Джооби Ченнел.